Если хорошо учиться в школе, набрать на ЕНТ достаточное количество баллов, то можно поступить в ВУЗ на грант и даже получать при этом неплохую стипендию. Но что делать, если до гранта вы немного не дотянули? Получить высшее образование ой как хочется, а денег на платную основу не хватает? Берите образовательный кредит. В минусах и плюсах этого займа мы сегодня и разберемся. Айя студентка. Прилежно учится в университете, помогает родителям по дому, подрабатывает журналистом в газете и хочет взять кредит на образование, чтобы не слишком обременять родителей. Айя обзвонила несколько крупных банков города и узнала, что такой кредит существует. Вот только им еще пока никто ни разу не воспользовался, поэтому, возможно, девушка будет первой. Я студентка, поэтому я хотела бы учиться на кредитное обучение. Могу ли я получить это? В данный момент у нас имеется данная программа кредитования, образовательный кредит. Он выдается на обучение, то есть для оплаты обучения. И ставка по нему идет в 17% годовых и имеется банковская комиссия. Оказалось, что девушка-студентка оформить кредит на себя, увы, не может. Для этого ей нужен поручитель. Еще одним минусом оказалась ежемесячная проверка оценок. Если вдруг Айя получит тройку, то, считай, все пропало. Данный кредит выдается вашему родителю, либо вашему поручителю. И банк будет ставить условия именно на оценки, получаемые вами. То есть только вы должны учиться, только на хорошие оценки, 4-ки или 5-ки. Если будут плохие оценки, банк будет требовать посрочного возврата займа вашим родителям, либо поручителям. И система получения кредита не так проста. Для того, чтобы его оформить, нужно утверждение главного офиса. А это мороки минимум на неделю. Для меня это слишком сложно. Может, есть другие варианты? Да, у нас имеется программа «Доверительный кредит», которая выдается в течение одного дня. И для этого вам необходимо будет прийти с родителями. И данный займ можно оформить за один день. Здесь ставка ниже идет, чем образовательный кредит на 1%, то есть от 16% годового. Максимальная сумма по данному кредиту составляет 3 миллиона тенге до 4 лет. Что позволит вам без усложнения оплачивать данный кредит. Низкая ставка, быстрое оформление и никакой головной боли с оценками. Девушка остановила свой выбор на «Доверительном кредите». Образовательный Ая не одобрила. Он так и остался невостребованным. Но не может же придуманный специально для студентов кредит быть таким неудобным? Может, в других банках процедура будет легче? Девушка остановила свой выбор на «Доверительном кредите». Так, на номер позвоните, пожалуйста, 58-99-09. Спасибо большое. На образованный номер не существует. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. А у вас есть образовательные кредиты? А образовательные кредиты у нас нету. Нету, да? Хорошо, ладно, спасибо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, я вас получу. Я хотела спросить, у вас есть образовательные кредиты? Еще раз можно? Образовательные кредиты у вас есть? Нет, у нас только беззалоговые и залоговый займы. А, ладно. Но вы можете на любые цели взять, то есть на обучение, в качестве нету. А, ладно, хорошо. Спасибо большое. Хорошо, здравствуйте. Вывод напрашивается сам. Накопить денег или взять обычный кредит намного легче, чем взять образовательный. Поэтому берите его только если уверены в своих силах. К слову, еще легче просто учиться на отлично. А, ладно. Спасибо.